Вопрос задавайте, а то я пока поднялся, пока отдышался, честно. Хорошо, хоть лестницу убрали. Это было когда по лестнице игрок, пока поднимешься, пока спустишься. Давайте задавайте. Приходим по вопросам. Валерий, пожалуйста. Прибал Илья Иванович. Реонид Станиславович, пожалуйста, как вы оцениваете ход игры в целом и качество игры в данном участке? Ход игры на табло ценим. Я всегда, как говорят, сколько ты имеешь от игры очков? Два, три, одно. Два не может быть, одно или три. Или ноль. Это-то оценка игры. А качество Илья Илья Ивановича? Ну, скажу, мы очень, очень организованно играли. Значит, знали все сильные стороны, слави. Даже вплоть до того, знали, с какой стороны они лучше играют, а с какой хуже. Знаете, так. Я сегодня посетил поле, я еще помню, когда стадион открывался, Анатолий Иванович Юрьевич, это поле делал, когда были размеры поля 120 на 80. Немножко оно имеет свою особенность. И стадион, и раздевалка, и прочее, прочее. Поэтому это играет всегда огромное значение. Поэтому качество игры, я говорю, на табло. Спасибо. Евгений, пожалуйста. Леонид Савиславович, вы сегодня вспоминали пытность, что еще здесь игроком выступали. Виталий, остался ли в Мозере дух футбола? И как вы считаете, смеет ли Мозер, парни из ЗАЗа, так и в спорте наставляющей, достигнут тех высот, которые были в 90-х годах, и на 100-х годах? Ну, немножко скажу о команде Слави. Слави, значит, со Слави любой соперник очень тяжело здесь играет. Но вы сами знаете, последние игры. И Слави очень здорово играет с сильными соперниками. Значит, дух футбола остался. Есть, скажем, стадион, есть город, есть болельщик. Да, есть школа, которая, ну, хорошо работает, я бы сказал так. Ну, отлично нельзя сказать, но иногда бывает этого мало. Нужно, чтобы для успеха нужно было, ну, скажем, на всех, скажем, ступенях футбола и руководства футбола, и руководства города, и там комбината, чтобы было понимание. Это все завязано. Если где-то дает сбой, не будет ничего. Ничего не будет. Ну, Слави команда очень грустная. Я уже не первый раз в ней играю. В прошлом году ее на сборах. Ну, похоже, матчи-таки. Неуступчивая, имеющая характер. Наверное, это осталось еще с того времени, когда здесь было очень тяжело играть. Спасибо. Вы, можно еще один вопрос? Вы говорите, часто говорите про организацию игры команды. Насколько это важно, чтобы каждый игрок был в свой маневр и все время работал? Должно ли быть так, чтобы все футболисты должны двигаться весь матч? Ну, как бы, знаете как, они двигаются весь матч иногда по 12-13 километров в кубик. Ну, вот, как говорят, и здесь мы следим за, значит, даже в какой зоне они сколько больше двигаются. Ну, так, чтобы точнее понять. Это все играет огромное значение. И какое качество падает. Не только и футбола, и какая позиция, где нужно очень быстро реагировать, но и матем за этим спидом. Последний вопрос от меня. Насколько в следующем сезоне, по-вашему, ваш шахмат должен откомплектоваться? Много самых высот. И давайте жить сегодняшним днем. Тогда перефразируй. Насколько вы довольны тем, как Динамо играет в честь сезона? Выполняют, игроки реализовывали ли свой максимум, на ваш взгляд? Ну, знаете, тяжело сказать. Иногда имеешь сильных игроков, не имеешь результата. Значит, реализация команды состоит в том, чтобы она была командой. Вот сегодня была команда, была команда, да, которая не позволяла, в принципе, Славе ничего делать. Там был момент один-то, отскок-то, удар, но это все эмоции. Понимаете, это все эмоции. А игра, она всегда состоит из эмоций, но это часть футбола. Да, но она имеет свойство результата и организации, значит, на всех структурах футбольного хозяйства и власти. Вот так я скажу. Спасибо, Валерий. Денис Александрович, победную голову нам отзабили футболистов совершенно замену. Уши как, да, Крещенский забил. Это были плановые замены? Ой, ну, знаете, как плановые, неплановые. Замены нам диктовали обстоятельства. Понимаете, а иногда бывают неплановые, иногда бывает. Замена имеет свойство, ну, как планироваться, да, и чтобы люди, выходящие на замену, они исполняли то, что нужно. Они исполнили. А сказать плановые, неплановые, мы могли, ну, совсем другую сделать замену. Понимаете, совсем другую. Ну, сделали правильный ход, как говорят. Ну, как шахматы, знаете. Некоторые недооценивают футбол и шахматы. Думают, что шахматы, а футбол это просто игра побега. Нет, не побегать, но так. У нас так получилось, скажем так. Если можно говорить, что вы дали замену? Да я не знаю сколько. Я-то насчет этого не задумываюсь, вы знаете. Почему? Потому что, как говорят, любой игрок, выходящий на замену, должен решить какую-то проблему. Мы решили сегодня. Вот так скажем. А угадал я, не угадал. Игрок исполнил. Один, второй. Все. А я могу угадать, но не так угадать. Ну, как бы, тут нельзя гадать. Вот вам кажется, я гадаю, угадал, не гадал. А я не гадаю. Исполнить, не исполнить. Вот так скажем так. Спасибо, Галерий. Два последних вопроса. Давайте. Ленитрий Савчевич, игра с председателем защитника, которые занимают активную фланковое действие игроков, вот с этой позиции, как бы, удовлетворили игрой, или в своем условии? Именно атакующей составляющей. Ну, я бы не стал это комментировать раз. Но, да. Она имеет свою особенность. Любая схема имеет свою особенность. И свои недостатки. Понимаете? Ну, почему мы это делали? Ну, так. Любая схема, чтобы вы понимали. Вот даже особенность перемещения слави имела свою особенность. В первом тайме, во втором. Ну, мы, как бы, справлялись. Там бывало моменты, когда, но... Поэтому, знаете как, оценивать как-то игрока я не хочу. Поблагодарю просто всю команду. Она исполнила то, что должна была исполнить. Ну, так. Как вы оцениваете шансы на медаль? Да, еще два тура нет. Значит, это такие долгие туры. Вы же посмотрите. Так долго. Поэтому не знаю, как оценивать. Ну, и пока играем, вот играем. Так раз, не долго, всего лишь 90 минут играем? Нет. Она как целая жизнь, иногда кажется. Вечность. Некоторые думают, что это так просто. А точно так же два тура, это целая вечность. Поэтому, да. Будем что-то делать, как-то играть, стараться. Спасибо, давайте Леонид Станиславович поблагодарю за бесконфенсу. Удачу 54. Все, спасибо.